я приехала на новое тату сегодня буду делать очень красивую татуировку на ножки и также буду переделывать свои ноготочки вот сегодня у меня такой образ черное платье черная сумка в общем такой black style и очки my versace вот ну что ж пойдемте с него очень хорошая погода а мы уже в процессе пьем не татуировочку и у меня сейчас вот такая надпись на ноге follow your heart следуй за своим сердцем для меня эта татуировка очень знаковая и она означает то что все жизни нужно делать по своему сердцу поступайте так как чувствует ваше сердце вот и сверху также если вы еще видите то моя вторая татуировка есть прошлое надпись lucky счастливая набила я уже татуировку сделала новые ногти очень красивые хочу сказать что сегодня было очень очень больно бить тату прям мега больно вот ну приеду домой все вам расскажу в тату салоне есть хорошая традиция вам с собой дают кофе или чай фирменном стаканчики и также домой я везу вот такие боксики с новыми сертификатами так что обязательно вам скоро все покажу ну что показываю вам мои новые ногти напоминаю что ногти у меня свои я их всего лишь укрепляю и делаю гель-лак вот ногти я не наращиваю сделала сегодня такую же длину как и в прошлом месяце и вот такой вот черный тоже гель-лак и один ноготок решила сделать бежевым и вот такой крест на него решила сделать мне кажется получилось очень красиво очень симпатично и очень так завораживающе вот придумала я сама этот дизайн и мне он очень понравился мне кажется будет подходить под всю мою одежду у меня очень много черных нарядов также есть бежевые летние наряды поэтому мне кажется это будет актуально очень красиво и очень уместно также дополнила вот такими красивыми колечками и мне кажется получилось очень стильно я наконец-то научилась работать со своей челкой и правильно ее укладывать потому что у меня первый раз не очень получалось сейчас я уже научилась делать вот эти штучки и короче да и теперь у меня получается и выглядит это довольно таки красиво вообще качество волос очень хорошее и я себе заказала еще пару профессиональных средств которыми меня салоне мы ли по моему капус называется так что как только они приедут я вам обязательно их покажу ну что показываю свои замечательные красивые ногти еще раз решила этот раз сделать один такой бежевый очень красивый ноготок мне кажется смотрится очень очень красиво смотрите как ой прям вообще огромная-огромная красота и да про татуировку рассказываю сегодня было очень больно бить тату это моя третья татуировка и она самая-самая болючая конечно это все быстро максимально максимум минут 15 на все может быть максимум да я думаю что 15 минут за 15-20 минут мы все сделали но это было очень больно я честно говоря еле вытерпела и даже не представляю как люди себе бьют какие-то огромные рисунки но на самом деле самое небо и болезненное у меня было здесь здесь как-то не знаю может быть за того что чуть мяско есть там где есть мяско короче не больно а именно на ноге очень-очень больно и в общем-то я прям для меня это будет такой небольшой стресс но поскольку я очень хотела я естественно все это дело терпела как могла и результат мне конечно же очень очень нравится я уже говорила что для меня этот год и такой-то изменений изменений каких-то внешности которые я раньше хотела сделать но по каким-то причинам не делала вот я могу сказать что конечно мой муж был очень против чтобы я била татуировки он жутко не любит тату но меня поддержали мои друзья в частности олег поэтому олег меня вообще на протяжении всех тату очень сильно поддерживал вот поэтому ему за это огромное-огромное спасибо вот хотя я конечно наверное была бы не против если муж себе тоже набил татуировку потому что я люблю когда на мужчинах татуировки мне кажется это выглядит как-то красиво и если это уместно если это в правильных местах то это очень секси но он категорически не хочет так что ну и зря ну и будет ходить без татуировки хотя было бы красивее ему гораздо если пол себе где-то на косточке например набил вот ну ладно пусть ходит короче как хочет но я буду делать то что я считаю нужным следующие изменения также скоро грядут но я как только сделаю сразу с вами поделюсь сразу говорю что никакие уколы в лицо ничего ничего наращивать я не собираюсь я против этого всего поэтому у меня это не коснется никакие губы и не буду делать губы мне так очень большие поэтому куда уже больше вот так что я в предвкушении честно говоря моих новых изменений они будут через неделю примерно в течение недели возможно если все сложится как нужно потому что мне уезжать так что я надеюсь что я успею все сделать если не успею то тогда уже в конце июня вот но обязательно с вами поделюсь так что это будет что-то это будет что-то красивое вот вообще я очень рада то что я делаю сейчас то что я хочу и вообще как-то на меня очень влиял коронавирус вот эти все наши локдауны в том плане что я посчитала сейчас что нужно позволяет себе все что мы хотим делать все что мы хотим и наслаждаться вообще максимально жизнью моментами и все 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 себе позволяет что вы хотите и о чем вы мечтали так что никогда ничего не бойтесь если вы о чем-то мечтаете что-то хотите с собой делать то обязательно это сейчас сделайте не откладывайте вашу жизнь на завтра на послезавтра и вот мы с подружкой даже вместе сидели на говорит хочу там волосы себе отрастить я гриц лучше говорю ну тебе растить их минимум три года вот она говорит ну можно растить игру конечно наращивай наращивай живи нормальной жизнью хотя я волосы никогда не наращивала но если человек хочет ходить с длинными волосами или человек хочет ходить с длинными ногтями вот то делайте это и не бойтесь и просто себе все позволяйте и свои подружки второе тоже говорю бей тату бей потому что она тоже хочет я говорю не жди просто бей просто бей так что делайте то что вы считаете нужным о чем вы мечтаете и я на своем канале всегда об этом говорю что нужно жить в кайф нужно жить в кайф и поэтому не бойтесь вот как написано было в одной из книжек которые покупала иди туда где страшно и там ты обретешь силу завтра у нас какая-то супер распродажа в моем магазине где я приобретаю себе вещи вот это магазин брендовых вещей там какая-то завтра грядет супер распродажа сегодня можно было уже уточнять какие вещи будут на распродаже сколько они будут стоить и я сегодня уже там кое-что поузнавала так что я в предвкушении завтра и очень хочу пораньше сегодня лишь спать не в пятник 6 утра чтобы все таки пораньше лечь пораньше встать и поехать скорее на распродаже чтобы успеть хотя на самом деле я признаюсь честно я не не очень люблю распродажи потому что я ненавижу толкучки вот и поэтому я не особо любительница ездить на распродажи какие-то вот но сегодня сказали что там будет очень что-то красивое какие-то красивые платья так что нужно завтра посмотреть может быть я успею что-то ухватить как всегда рубрика вопрос ответ и вопрос который мне поступил что я думаю касательно наталии правдиной ее книг вообще ее деятельности вот я хочу сказать что наталью правдину я начала читать еще когда я была в школе когда я была школьницей если я не ошибаюсь мне было около 14 15 лет я думаю что примерно ну 15 лет мне было когда я начала читать ее книги и тогда вот про какую-то осознанность про женскую психологию никто не писал и поэтому правдина это было что-то такое единственное что можно было почитать про осознанность про знаете такое было очень похоже на луизу хей только тогда луизу хей не было вот не знаю она была тогда как-то не популярна в те годы когда мне было 15 лет я помню что я покупала книги наталья правдиной если судить объективно то это были классные знания для примерно какого-нибудь 2005 года мне кажется это было очень актуально все эти книги все эти знания сейчас мне кажется эта информация уже устаревшая сейчас очень много других коучей сейчас по-другому все это преподносится вот и ну на данный момент жизни я уже эти книги не читаю для меня они какие-то ну не серьезные я вообще не очень люблю название книг когда например я привлекаю любовь как удержать мужчину мне кажется что никто никого не должен удерживать никто не должен специально чему-то учиться чтобы круто заниматься сексом или кого-то круто любить это должно быть все от сердца поэтому я не люблю книги про вот какой-то секс как привлекать секс как привлекать любовь мне кажется это вот каждого человека это должно быть все-таки свое поэтому в данный год 2021 мне кажется что данная информация уже устаревшая не совсем актуальная то есть это все осталось вот там 15 лет назад когда это было актуально мир двигается вперед знания двигаются вперед и сейчас уже много других актуальных авторов ну что я уже пришла домой и готова вам показать боксики значит вот этот уже один я распаковала давайте начнем с него покажу вам что здесь есть вот так вот они выглядят с бантиками очень очень красиво я не знаю одинаковые они или разные я уже естественно машине все посмотрела это два сертификата на услуги салона дальше что здесь еще есть здесь эти конфетки всегда они кладут вот такие маленькие дальше вот этот чупа-чупс который они тоже ложили в прошлый раз но для меня конечно сладковато но в принципе в очень холодном виде в принципе одну треть или половинку я могу выпить если очень жалко и очень-очень он холодный дальше положили вот сюда такую красивую соль для ванны дальше еще какую-то вкусняшечку дальше свечечка черненькая вот такая с блестками тоже все это буду в ванне использовать дальше для ванны вот такой скрабик одноразовый очень кстати классная вещь беру с собой в спа-центр вот в сауну и использую его на один раз очень круто удобно дальше опять же вачки love is вот такие которые тоже были в прошлом боку и здесь еще масочка всегда тоже они кладут очень классно маска у меня такие ухожие очень много тоже есть конкретно тоже с гранатом это суперфуд корейская маска вот так и дальше вот такие вот ресницы также положили я честно говоря такими ленточными ресницами уже сто лет не пользовалась как-то у меня и так очень длинные ресницы но я думаю что может быть на какую-то фотосещу возможно я когда-нибудь их использую вот такие прям прям такие как сейчас в Америке очень популярно вот такой вот боксик ну и давайте посмотрим может быть с вами второй может быть он чем-то будет отличаться вот наш второй боксик развязываем эту красивую потрясающую ленточку здесь тоже сертификаты ну а здесь уже другой боксик смотрите здесь вот такой тоже скраб тоже свечка тоже солька соль и тоже всякие вкусняшки маска как всегда и отличие от того бокса то что в том боксе были ресницы а в этом боксе масло для кутикулы от OPI у меня тоже такое масло было оно честно говоря быстро заканчивается но его удобно с собой носить в сумочке вот такой вот маслица я думаю что всем известное вот так что два таких вот боксика очень приятных у меня и как всегда сертификатики на услуги салона так что теперь у меня много сертификатов я могу и татуировки делать и ногти и в общем-то разные-разные услуги вот такой вот приятный день но мы deciding Продолжение следует...